МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие мальчики и девочки! Здравствуйте, мои хорошие! Смотрите-ка, что у меня в руках. Это жаворонок. В народе есть обычай выпекать таких вот птичек из теста к определенному дню, к 22 марта. Это как раз завтра. А кто из вас, ребята, знает, какой завтра православный праздник? Правильно, завтра день памяти сорока мучеников севастийских. Что же это за святые, спросите вы? А вот сейчас я вам расскажу. Жили они очень давно, в IV веке от Рождества Христова. Это было время, когда гонения на христиан уже прекратились, потому что святой царь Константин издал указ на всю Римскую империю, в котором разрешил свободно исповедовать Христову веру. Но Римская империя была такой большой, что управляли ею сразу два правителя, каждый своей областью. На востоке правил царь Константин, а западной частью управлял император Ликиний. Он-то как раз был убежденным язычником и ненавидел христиан. По этой причине не желал Ликиний видеть царя Константина на престоле Восточной Римской империи и решил пойти на него войной. Стал Ликиний собирать войско для битвы. В армянском городе Севастии стояла тогда дружина славных римских воинов. Все 40 воинов этой дружины были христианами. По приказу императора военачальник стал принуждать их принести жертву идолам. Но они решительно отказались. Храбрые это были воины. Из многих сражений вышли они победителями. И, конечно, не испугались угроз военачальника. Не принесли жертву языческим богам. Военачальник уж и деньги им сулил. И лезть пускал в ход. Восхвалял их мужество, красоту и силу. Предлагал отречься от Христа, чтобы снискать себе честь и расположение самого императора Ликиния. Но снова и снова слышал твердый отказ. Тогда разгневанный язычник велел заключить их в темницу. Там воины усердно молились. И вот ночью услышали они голос с небес. Претерпевший до конца будет спасен. На следующий день святых воинов повели к замерзшему озеру. Стояла зима, был сильный мороз. Им приказали снять одежду и обувь. И стоять всю ночь на льду. А чтобы сломить волю мучеников, на берегу растопили баню. Среди ночи, когда холод стал нестерпимым, один из воинов не выдержал. Побежал к бане, но едва переступил порог, как упал замерт. А тем, кто остался на льду, Господь послал утешение. Среди ночи вдруг стало светло. Лед растаял, и вода в озере стала теплой. Все стражники давно спали. Бодрствовал только один по имени Аглай. И вот, видит он, над головой каждого мученика появился светлый, блистающий венец. Раз, два, три, четыре, тридцать девять. Понял он, что бежавший лишился своего венца и отвержен от лика святых. И так это потрясло стражника, что он крикнул «И я, христианин!» И, сбросив одежду, присоединился к мученикам. Стоя в воде, Аглай и молился «Господи Боже, я верую в Тебя, как веруют эти воины. Присоедини и меня к ним». Наутро истязатели с удивлением увидели, что воины-христиане живы, а их стражник Аглай вместе с ними прославляет Христа. И тогда, тогда всех их вывели из воды и казнили. С тех пор церковь установила в их честь праздник, который мы и будем праздновать завтра. Я прощаюсь с вами, дорогие друзья. До свидания, мои хорошие. До новых встреч. И храни вас Господь молитвами святых сорока севастийских мучеников. Субтитры создавал DimaTorzok